Продолжаем наш разговор о полуфинальных матчах Лиги Чемпионов, где английские команды пока что обыгрывают испанские. Вчера Мадридский Реал хоть и добился неплохого результата, но все-таки уступил Манчестер Сити. 4-3. Это результат, который оставляет шансы в ответной встрече. Тем более, что здесь соперники хотя бы по статусу плюс-минус равны. А вот что касается Ливерпуля, ну здесь, скажем так, ситуация куда тяжелее для испанской команды. Потому что подводники, да, конечно, они хороши у себя дома, они могут дать бой, но здесь им придется очень тяжело. И здесь по-хорошему для того, чтобы сохранить шансы на выход в финал, Вильяйалу нужно было, ну в идеале, наверное, играть в ничью. И поэтому здесь, собственно, и тактика подводников была заметна с самых первых минут. Сидеть в обороне, сидеть фактически в автобусе и держаться. И что самое удивительное, в первом тайме тактика работала и все могло закончиться печально, как раз-таки для Мерси и Сальцев. Но одного отрезка оказалось достаточно для победы. Одного короткого отрезка, где Ливерпуль ударил дуплетом. Давайте разберем эту встречу и обсудим, каким образом Мерси и Сальцы взломали вот эту стену из автобусной тактики подводников. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию. Специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги и ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовым составам и начнем с Ливерпуля. Понятное дело, Алисон на воротах, понятное дело, Робертсон и Арнольд на флангах. Ну, здесь, когда они здоровы целы, всегда выходят в основе. Так же, как и Ван Дейк в центре защиты. Но на этот раз он появился вместе с Конате. Ну, в общем, это обычная ротация. Когда Конате сыграет, когда сыграет Матип, оба очень хороши. Что касается опорной зоны, здесь любопытно, что ребята с испанским прошлым появились. Фабиньо, экс-игрок молодежки Реала, и Тиагу Алькантера, экс-игрок Барселоны. Кому как не им растягивать оборону Вильгеряла. Рядом Хендерсон, как такой носитель традиций и, ну, в каком-то смысле, символ Ливерпуля. Для того, чтобы все вспоминали, что команда все-таки английская. А то тут сплошные иностранцы в полузащите и атаке. Ну, и впереди Салах, понятное дело, понятное дело Мане. И здесь же Диас. Что уже интересно, потому что в запасе есть тот же самый Жота. Но взяли Диаса. Как мне кажется, потому что этот игрок очень хорош в плане своей техники. И здесь, учитывая то, что априори всем было понятно, Вильгерял будет играть в автобус, был необходим футболист, способный пройти один в один. Что касается подводников Рульи на воротах, Альбиоль и Пау Торес. Опытные и молодые перспективные защитники вместе в связке центральных футболистов обороны. На флангах Эстро Пиньян и Фойт. Появление Фойта на фланге обороны это вообще, ну, скажем так, достаточно закрытый вариант. Если здесь появляется, например, Серж Орье, это куда более атакующий стиль. А вот тут появился Фойт, и это уже был намек на то, что будет оборонительная игра со стороны Вильгеряла. Но еще большим намеком, конечно же, стала полузащита. Потому что здесь вновь был выбран сверхзащитный, сверхоборонительный вариант. С четырьмя футболистами, способными сыграть опорника. Это Коклен и КПЭ, два французских бульдога, плюс Паррехо, капитан команды, который также способен действовать глубоко, и Ло Чельса. Аргентинец универсальный, и формально здесь он был скорее атакующим хавбеком, но, понятное дело, выполнял много защитных функций, потому что Вильгариал владел мечом чуть больше 20% времени в этой встрече, поэтому, понятное дело, что здесь вся полузащита превратилась в четырех опорников. Ну и впереди игру на Вильтери Чуквезе, то есть без чистого нападающего, зато с двумя темнокожими скоростными ребятами, которые способны вылететь вперед и что-нибудь создать. То есть полностью подстроенный под оборону состав. Ну и, как я уже сказал, в первом тайме, в принципе, эта логика действовала. Эта система работала, и здесь мы видели, ну, что-то похожее на выездные матчи Вильгариала против Баварии той же самой, где они держались, бились и так далее. И здесь, вот мне кажется, что подводники, в принципе, неплохо разобрали соперника. Ливерпуль, лишенный маневра, потому что соперник создавал максимальную плотность, лишенной скорости, был, наверное, не так опасен, как мог бы быть. Поэтому хотелось бы отметить, что в штрафную Вильгариал просто не позволял проникать сопернику в первом тайме. То есть здесь все-таки нужно отметить, что и сами Мерси и Сайцы немножко подставились, потому что у них формально не было здесь чистого центра форварда. В результате вот вся эта тройка в лице Диаса, Мане и Салаха, она как бы вот кружила вокруг штрафной соперника, но с опасными моментами было очень тяжело. И в результате в первом тайме было два вот таких реальных хороших эпизода в исполнении Ливерпуля, и что характерно, оба момента это были дальние удары. Ну, во всяком случае, это были удары и за пределы в штрафной, либо с границ штрафной площади. Алькандро жахнул и попал в штангу, плюс Мане бил, опять же, с границ штрафной, и здесь было рядом со штангой. То есть мы видим два эпизода, и по сути все. В остальном Вильгариал, как я уже сказал, все блокировал, все накрывал, и было очень-очень тяжело именно с точки зрения динамики Ливерпуля, потому что разогнаться не позволяли. Не позволяли показать главные качества Мане и Салаха. Диас, конечно же, лез в обводку, но хрен-то еще добьешься таким макаром, потому что прошел одного, там сразу встает парочка других. И вот здесь хотелось бы отметить, что все складывалось крайне негативно для мерсисайдцев. Но на старте второго тайма несколько ошибок, и вот, пожалуйста, 2-0. Не могу сказать, что на ровном месте все-таки Ливерпуль давил, пытался создавать моменты, но было ощущение по старту второго тайма, что мы увидим примерно то же самое, что было в первой половине встречи. Однако, несколько ошибок. Сперва Эстро Пиньяна, который срезал мяч в собственную сетку, и с этого начались проблемы. Ну а потом хотелось бы отметить, что вся оборона уже, скажем так, дала маху, потому что Салах вывел Мане на голевую позицию, и здесь Вильяриал не отработал в плане позиционной игры, не смог выполнить искусственного офсайда, если они хотели это сделать в итоге. Здесь Мане как раз на линии офсайда оказался в нужном месте в нужное время, и реализовал свой эпизод. После этого, как мне кажется, сама игра как-то притихла, потому что, с одной стороны, Ливерпуль уже добился своего, и теперь же Вильяриалу нужно было идти вперед, и как-то пытаться отыграться, или хотя бы забить гол престижа, чтобы сохранить шансы на ответную встречу. И вот здесь получилась та самая ситуация, когда одни не могут, другие не хотят. Ливерпуль не особо хотел, потому что 2-0 уже неплохой результат, а если испанцы полезут вперед, то можно поймать их на контратаке и забить на свободных зонах, а Вильяриал не особо мог. Даже с учетом многочисленных резервистов, которые появились на поле, а там были толковые ребята, и Арье, и Петрацци, и Тагерос, и Диа, и тот же самый Паку Алькасар появился, чтобы напомнить о себе. И, несмотря на все это, добиться нужного результата не удалось. Как мне кажется, Вильяриал здесь, ну, как бы это сказать, сам себя слишком прижал к своей штрафной. И дальше, уже имея счет 2-0, они, по-моему, слишком опасались идти вперед. Слишком опасались того, что они как раз раскроются и получат больше. Мне кажется, что здесь они решили, даже в каком-то смысле, что лучше уж 2-0, чем отлететь совсем с крупным счетом и потерять даже теоретические шансы в ответке. Понятное дело, что в Испании будет другой матч, другой футбол, и там Вильяриал может показать совершенно другой стиль игры, но обыграть Ливерпуль с разницей в 2 мяча и более, мне кажется, это крайне маловероятно. Короче говоря, испанского финала точно не будет. К моему сожалению, я как фанат испанского футбола, конечно, болел здесь за Вильяриал, но Ливерпуль слишком силен. И знаете, у меня есть ощущение, что Ливерпуль, вот особенно в концовке матча, играл уже с каким-то запасом. Хотел бы разгромить, наверное, Ливерпуль бы смог это сделать. Но здесь они были вполне себе довольны счетом, 2-0, и, как мне кажется, они просто ждали, что Вильяриал пойдет вперед, и можно будет их подловить на контр-выпаде. А те не пошли вперед. Вот, в общем-то, и вся загвоздка. Продолжение следует...